Тоже не промах, что Родригес противопоставил хозяину. В предыдущем бою сборную хозяев довольствовалась лишь серебром. Настраивается, как мы видим, на самом деле Хорта на поединок. У него в углу все достаточно, в рабочей атмосфере. Ну, давайте смотреть, в кубинский человек посмотрел сам. В кубинский бросился, смотрите, не по-кубински совсем, да? Полетел на соперника. Пропустил сейчас. Хорошо, Холоков, да? Оттягивается и проходит. Хорошие длинные руки, резкие. Оттяжки работают просто здорово. Да, и хорошо чувствует как раз момент сейчас. Ну, отличный боксер. Хороший, четкий, левобоковой, челюсть. Такой удар нельзя не заметить, нельзя пропустить. Какой тайминг, да? Замечательный. Очень чувствительный парень. При этом, учитывая, что и у кубинца у него тоже хорошая очень ручная скорость, он быстрый сам по себе. Быстро движется. Ну, я всегда, как бы то ни был хороший, кто может быть еще чуть-чуть лучше, да? Ну, пожалуйста. Не может поставить себя и соперника на линию огня пока. Родригес. И снова право-прямой. И улыбается Холоков, посмотрите. Ну, красиво работает, да? Согласен. Такие боксеры нравятся. Зачем он и техничный, и быстрый, и зрелищный. И зрелищный, да, 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 да. Мне кажется, вот... Ох, опять справа. И вот, ногда, он недоволен. Родригес, ну, что, поделюсь. Но там был чистый удар, чистые попадания. Это не Олимпиада, здесь нет кубка Вэлла Баркера. Но, мне кажется, вот Холоков претендовал бы на это. Но хотя бы все равно было бы определить лучшего боксера турнира. Есть же все равно какие-то дополнительные еще способы поддержать и приободрить боксера. Медленнее, намного медленнее. Хорта... Ну, если будут определять, мне кажется, там... Конкуренция высокая. Нет, просто даже в команде в Узбекистане. Да, 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 я имею в виду. С самого начала и вот уже 20 лет у Бэт-Сити есть надежная тактика. И мы ее придерживаемся. В чем ее суть? Все просто. Тактика Бэт-Сити – это поддержка болельщиков. 20 лет Бэт-Сити делает ставку на фанатов спорта. Поэтому мы предлагаем лучший приветственный бонус и самые высокие коэффициенты. Регистрируйся в Бэт-Сити и стань частью нашей команды. Бэт-Сити. 20 лет делаем ставку на тебя. Смешанное единоборство UFC на матч-боец. Ну, вы видите счет, друзья. И кто бы сомневался, да, что именно так оценят боковые судьи первый раунд. 23 года Холокову. Если пробьется на Олимпиаду, после этого, мне кажется, самое время уходить на профессиональный ринг. Ну, можно уже параллельно выступать. Ну, обычно параллельные выступления, знаешь, Рома, они как-то отвлекают одно от другого. Ну, это если да, если нет только острой необходимости. Ну, да. Опасно сейчас заближались. Неплохо, Родригес. Ну, сейчас он куда бросается, как навстречу. Картина боя изменилась. Родригес пытается резко сближаться. Холоков успевает все равно. Успевает, но не всегда он. Да. Он успевает, вот как сейчас, в этом предыдущем эпизоде. Он хорошо встретил, разорвал дистанцию, ушел влево от себя. Но когда летит на тебя вот такая торпеда, не всегда получается уйти с уклоном. Вот сейчас хорошо. Все равно уклонялся, бросал лево-боковой. Но Родригес вцепился все равно и не хочет отпускать. Сборная Кубы проходит такой перманентный. Ну, даже не скажу, что резкий. Наоборот, очень такой медленный. Путь вытянутый, как он знает. Да, медленно. Проходит медленная смена поколений. Потому что мы приехали здесь боксеры, которые там, тот же Лакруз имел, пятикратный чемпион мира. И при этом приехали те новички, которых мы до этого в Кубинской сборной вообще не видели. Да, Лисата Лонго, да. Кстати, вот эти все ветераны, именитые. Они выбыли давно уже. Ну, где с Ваней Ветя, например, в предыдущем весе, он бронзовый призер. Лакруз вообще до Апидислава не добрался. Саталонго тоже. Вот еще один нокдаун, кстати, пока мы размышляли. О смене поколений в кубинском боксе Родригес. Родригесу отсчитали еще один нокдаун. Не успевает почему-то Кубинец сейчас. У него вроде были хорошие удары, быстрые. Но сейчас он прямо делает паузу, пробивает, когда Абдумалика уже нет. Или Абдумалик встречает его уже там во всеоружии. Возвращаясь к тому, вот к конкуренции за лучшего боксера вот в этой команде. Там же еще Асанбой Дусматов, который вчера нокаутировал соперника. Там, ну, и само собой, лучше тяжелая. Ну, кстати, да, наверное, его и признают. Бахадыр Жалова? Бахадыр Жалова. Вполне возможно. Вчера там вообще у него бой сколько-то продлился. Я даже, честно, ну, секунд 40, наверное, даже меньше. Смотрите, аргентинский судья что-то увидел в действиях кубинца. Что отдал ему раунд. Волноваться не надо. Здесь все ясно. На третий раунд выходят бойцы. Раунд, после которого с огромной долей вероятности копилка сборной Узбекистана еще одним золотом пополнился. В чем дело? Хитрость небольшая была. Я обратил внимание, что как раз перед выходом хорты они там чуть-чуть отклеили. Отклеили, да. Ну, чтобы была вот эта пауза. Еще передохнули, да, чтобы обрезать ленточку и так далее. Ну, кубинские тренеры, они очень опытные. В том числе и во всяких хитростях. Ну, естественно. Куда же без этого? Отлично, да. Право-прямой, лево-боковой и уход на дистанцию. Вот эти уходы, оттяжки, они просто наработаны и так здорово. Головой опасно сейчас летит Родригес. Ой, получает правый прямой. И боковой снова. И левый за этим, да. И уже так на кураже работает Холоков. Ну, а почему бы или нет? С запущенными руками. Дожидается, когда хорты к нему подойдет. Выбрасывает удар и уходит обратно. После этого боя будет награждение, если я не ошибаюсь. Ошибаюсь, как говорит нам наш замечательный редактор Сергей Белокуров, что после третьего боя будет награждение. Целых два. Целых два, да, в двух рисовых категориях. Небольшие замечания Абду Малиту за то, что он наталкивает соперника. По ходу поединка они возникают эпизодически. Ну, Родригос, мне кажется, все уже сам понимает. Во-первых, эти нокдауны. И что шансов у него что-то сделать против такого соперника, как Холоков. Ну, тут же еще вопрос личного престижа, мне кажется. Ну, вот он пытается что-то. Бросается, пытается что-то показать. Так. Капа выклал. Ага. О, как хорошо, да? Протянул на тебя. Так здорово встретил. Сейчас такая возня немного в клинче. Последние секунды, и все, финальный гонг. И вот я сейчас обращаю внимание на реакцию зала. Такое впечатление, что они ожидали просто этого и встречаю так довольно сдержанно. По сравнению с другими, да, победителями своими. Просто очень уверены были в Халакахе. И имели на это основание. Расстроен, конечно, кубинский боксер. Но здесь уже эмоции пошли. А здесь уже, да, здесь слезы счастья. Трудно сдержать. Сослуженная, очень красивая, достойная победа. Поздравляем Алика Халакова и всю сбору Узбекистана. Алика Халакова и всю сбору Узбекистана. Алика Халакова и всю сбору Узбекистана. Алика Халакова и всю сбору Халакова, Вау. Алика Халакова и всю сбору Узбекистана.